Сейчас в этом видео вы нам расскажете, все-таки откроете нам глаза на это чудо инженерной мысли, как карбюратор от Альфы. Нужно рассказать, как он разбирается, как он устроен и как он обратно собирается. Это обычный шиберный карбюратор типа ПЗ-16 на Альфу. Как разбирается, как собирается, вот сейчас я вам продемонстрирую. Первым, что вы делаете, если хотите разобрать Альфу и достать джеклера. Откручивайте эти два винтика, шпунтика. Винтики бывают длинные, выкрутите их достаточно долго. Да, да. Понежнее, если можно. Понежнее. Этот карбюратор, самая большая ценность человечества. Да. Такой карбюратор стоит где-то около 1000 рублей. Вот так. Это поплавки. Вы можете настроить высоту. Вот эта штука белая поплавки. Да, поплавки. Вы можете настроить высоту поплавков, подняв или опустить вот эту штучку. Я тоже не знаю, как она точно называется. Как ее опустить? Ну, поддеваете вот так вот отверточкой. Опс. Раз. Подняли, опустили. Железочка маленькая. Да, да, да. Вот эту, которая... Да. Вот это карбюратор холостого хода. Вот такой вот. Он почти открученный. Сейчас вам проведем инстрию. Это вот он. Вот такой вот жиклер холостого хода. Перевернили что-то такого. Да, у него 6 дырых. А вот жиклер топливный. Здесь не хватает вот этой штучки, как говорится, жиклерчика. Вот здесь вот она есть, а вот здесь вот ее нет. Так. Чем больше отверстие, тем больше пропускная способность, ну, топливная пропускная способность. Например, это от 110. Ну, тут ее не разглядеть, конечно, на видосиках. Так, что мы разбираем дальше? Если хотите достать иглу и там настроить, например, выше, больше, чтоб меньше, еще ела топливо мопедка. Такс, открываем. Такс, вот это. Закрыть закрыли, открыть не открыли называется. Вот так вот. Открываем. У вас тут еще должен быть тросик, если у вас на мопеде стоит карбюратор. Вот так вот. У нас тут пружинка. Сейчас я достану. Вот игла. Только она должна быть в этой штучке. Просто мы ее не зафиксировали. Так вот. Тут уже все колхозненько. А где там дырка? Вот дырочка. Туда игла просовывается. Которая по центру или которая сбоку? По центру, по центру. Ага. Просовывается. Так, что еще раз сказать. Если вы хотите настроить кабловский двигатель, карбюратор, чтобы он нормально работал, что вы делаете первым делом? Делайте минимальные обороты на вашей мопедке. Ну, например, там 1000 оборотов, 800, сколько у вас минимальных оборотов. И закручите до конца топливный, не крайне, как он называется правильно? Вин. Вин, да. Откручите, он на, вот, смотрите, вот, закрученный. На полтора оборота. Вот у вас, если нормально работает, так и оставляйте. Если у вас работает плохо, там, провалы и т.д. и т.п., то попробуйте покрутить его. Чуть-чуть закрутить, чуть открутить. Если у вас нормально начал работать мопед, езжайте. Как собрать, покажу. Так, смотрите, что мы делаем первым делом. Засовываем иглу. Как по рельсам. Да. Там еще есть, так вот, как сказать... Короче, вот тут покажи эту штуку. Такую, да? Вот эту, видите, прорезь есть. И там есть такая штука, куда она вставляется, как рельса такая. Да, и вот так вот засовываете. Опс, упала. Потом пружинку, опс, упала. Он у вас должен быть еще тросик, если вы на мопед делаете. А у нас сейчас тросика нет. Тросик или должен быть привязан? Да. Не привязан, а он там должен быть. Такс. Упс. Вот так, поддерживайте, чтобы легче было закручивать карбурат. Такс, стопс. Надо еще попасть, там есть пазы. Ага. Такс. Угу. Так, закрутили. Проверяем. Вот если вы открутили, закручивайте нормально. Только не переусердствуйте вот эти жиклеры. Потому что они могут в любой момент открутиться. У меня такое было один раз. Их тут тоже нужно настраивать? Нет, тут настраивать не надо. Вот, ты настраиваешь вот здесь. Только внешне? Да. А вот эти нужно, чтобы максимум закрученные были. Да. Только не прям, чтобы переусердствовать, чтобы сломать нахрен. Так, давайте поставим полностью уже с жиклёрчиком, потому что там жиклера нет. Он просто бы лил бы, лил бы, лил бы и переливал. Ну, такс. Может быть, я некоторые слова неправильно говорю. Сори, поправьте, с чего в комментариях. Такс. Закручиваем. Ставим. Смотрим. Вот так вот. Можно задум наперёд поставить. Не надо. Вот так. Смотрим. Раз. Подходим. И закручиваем винтом. Ну вот, разбор. Как говорится, и настройка кабовского шиберного карбюратора. А с вами был Мотобустер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Продолжение следует.